В современных условиях ведения боевых действий, разведка, к коим мы можем отнести и нашего сегодняшнего героя является как у нас говорят за порукой успешность любой военной операции. В комплексе со спутниковыми наземными разведывательными девайсами современные самолеты обнаружения являются чуть ли не важнейшей составляющей всей такой системы, но у Украины в настоящее время таких девайсов нет. Такие самолеты есть у США, Китая, Индии, Британии, Израиля, Швеции, Бразилии, даже Ирака, короче у кого их только нет. Есть такие самолеты, ну как есть, старые но как-то летающие коробки с гайками и у не имеющие аналогов в мире армии. Поэтому, в свете событий последних пары месяцев украинских границ стало понятно что такие девайсы ему очень нужны и нашей армии. Так, в Украине будет создан самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения на базе Ан-178. Об этом, рассказал в рамках выступления на форуме Украина-30 «Безопасность страны» и замкомандующего воздушных сил ВС Украины генерал-лейтенант Аркадий Вашутин. Принятие самолета на вооружение планируется в рамках третьего этапа развития ВС Украины, то есть до 2035 года. Отмечается, что еще в 2016 году сообщалось о начале работ по проектированию нового самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Тогда, планировалось, что при кооперации с западными производителями специального оборудования для ведения разведки и наведения, возможно создание самолета ДРЛВ на базе Ан-178 с увеличенным временем полета до 10 часов. При этом современная электроника позволяет выявлять даже наземные цели на дальности до 450 километров. На воздушном судне авиаконструкторы планировали установить двустороннюю антенную решетку с электронным сканированием, которая будет расположена в прямоугольном корпусе над фюзеляжем и выглядеть это будет приблизительно так. Предполагалось, что радиолокационная станция Ан-148 будет иметь максимальную дальность более 400 километров, и дальность обнаружения целей размера истребителя 350 километров при работе в обстановке плотного радиоэлектронного противодействия и низких высотах полета целей. В общем, 30-й год это как-то вообще не быстро, но, как говорил классик лучше позже чем никогда, главное теперь чтобы об этом проекте снова не забыли. А он напомним есть в официально утвержденной доктрине развития ВВС Украины до 35-го года, поэтому, имеем такую надежду что вроде как не должны. Редактор субтитров А.Семкин